Мистические девушки на стенах, жующая спагетти барышня на спине. Не только выставлять картины, но и носить их на себе. Всегда хотела благовещенка Наталья Некас. Удивляла людей автор выставки и раньше, еще до открытия своей первой экспозиции. Я всегда вспоминаю тот первый день, когда вы пришли в музей. Вот эти свет, свет, внутренний свет. Это так необыкновенно, это такое внутреннее обаяние. А она смотрит, это глаза светятся, а улыбка, которая просто обворожительная. И она принесла какую-то очень, очень трогательную акварель. И я смотрю, я не вижу акварели. Работы, написанные акварелью, Наталья оставила для другого случая. Сегодня в основном показала рисунки на тканях. Пенсионерку Анну Терехову лица на одежде не впечатлили. Считает, что такое искусство исключительно для молодежи. А вот броши не только оценила, но и попросила у мастера несколько советов. Я не знала, что такое, вот сейчас не могу вспомнить, Сваровские. А она мне объяснила, что это камень в оправе. И откуда она, например, брала лица вот этих, луна, лягушка царевна или царевна-лебедь, потому что она заказывала по интернету девочке. И та ей высылала. Мастерит из разных материалов Наталья Нека с детства. Тогда же начала рисовать портреты. Первым, кого изобразила, был отец. Во время декрета переложила изображение людей с бумаги на одежду. А в честь 33-го дня рождения решила сделать себе подарок. Открыть персональную выставку по ту сторону. Хотелось какой-то мистики, чтобы это не было просто какое-то название, выставка расписанной одежды. Чтобы человек, который посмотрел на мои работы, определил сам по ту сторону чего. То есть не зря в названии есть три точки. Побывать по ту сторону получится в библиотеке искусств на Ленина 72 до 14 февраля. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город».